В этой серии приключений американского бомжа-ветерана Даниила мы самовольно захватим недвижимость. Надоело воевать. Ничего не знаю. Моя хата с краю. 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 Наступило утро. Я приготовил дары для бомжа. Вот. На этом он сможет делать себе кофе. Что-то приготовить какое-то время. Потому что мы, живя в комфорте, не понимаем. Сейчас пойду его разбужу. Я еще вернусь к теме американских разладов. А сейчас слово Вадиму Лобаченко. Он рассказывает об одном известном американском городе, в котором ему все-таки удалось побывать. Хотя многие советские корреспонденты, работавшие в Соединенных Штатах не один год, я тоже был среди них, так и не увидели этого города. Я в Варшаве. Это район, я вам рассказывал это. Гетто Славян, так называемое. Здесь у одного поляка, чудом сохранившегося в этом районе. Откуда все славяне посбегали, в основном. У одного поляка здесь маленький велосипедный магазин, мастерская. Он сам ремонтирует. И дешево продает. Доброе утро. Ну, я не могу ему покупать дорогой велосипед, потому что не уверен, что у него его опять не украдут. Но для начала что-то, чтобы придать ему мобильности. Вот этот замечательный магазин, когда мой сын был моложе, я покупал ему здесь, потому что не жалко. И потом здесь можно поторговаться. А то почему всегда покупать новый? Здесь можно купить старый, но не китайского производства, и он будет лучше. Кактусы, как в Аризоне. Он мне говорил, что в душ ходит раз в неделю в даунтаун, в ночлежку. Вот, я ему купил такой одноразовый душ для лагеря, знаете, вот, ну, для кемпинга, короче. Это сегодня я была в доме. Я украла, что я украла, я украла воду, и я пришел к кемпингу. И вот, где тут такая женщина, очень красивая, очень красивая, очень красивая, да? Да, она где-то делает, она где-то, она в доме, она в доме, она в доме-домбурно. Она рассказывает мне, я не знаю, что я не думал, что я не ожидал. Типичен Кливленд и тем, что в ряду с Детройтом и другими промышленными городами США, он был долгие годы закрыт для советских журналистов. Власти открыли его только после целой серии протестов прогрессивной общественности Кливленда. Как вы делаете с вашим милом? Где вы получаете с вашим милом? 2100, лейк-сайд. Что это там? Это жилья для людей. Они установили милом для каждого из вас, или у вас есть генерал? И у вас есть какой-то номер? Они приходят по телефону, и они поставили милом в записи. И, например, я должна проверить милом. Я наложил свои руки на вражеский iPad. Мне просто интересно было посмотреть. Вот сейчас он молотит на встроенном LTE интернете, пока заряжается. Апдейт был очень большой, по-моему, гигабайта 3 скачался он практически мгновенно уже. Здесь видите какой-то чат с представителем Министерства ветеранских дел. Кризисная линия онлайн, значит, связь с врачом, инструкции, которых он, конечно, не читал. Суть жилищной проблемы бомжа Даниила заключалась в том, что у него есть два соседа бомжа. И оба построили прекрасные такие навесы над своими палатками. Хитрый бомж, вот тут он очень четко замаскировался. Этот домик я еще не видел. Я бы и не увидел, если бы мне не показал мой новый знакомый Дэн. А у одного из них есть даже генератор. Причем один из бомжей черный. И это разрушает всякие стереотипы о том, что они безрукие и тупые. Я бы такой навес не построил, как тот черный. Даниил подозревает, что он барыжит наркотой, ему построили наркоманы этот навес. Но я там много хожу раз, я никогда ничего не видел. Субтитры сделал. Я думаю, что нет структур. Я не думаю, что нет структур. Нет структур. Нет, не ганг-ориона. Я не думаю, что нет. Они слишком ступид. Фомошее скитро в Дон Таун Л. Большой блок, где все жители живут. Есть люди, которые приходят и обрабатывают людей. О, да, мы делаем это все время. Вы делаете это все время? Мы делаем это все время в Клеве. Даже люди, даже люди, которые работают в 2100, они гражды, которые выжатят. Вы делаете пример? Они не дают тебе милы на время. Они говорят, что если ты не делаешь, что я сказал, мы будем выжать на улице. Мы будем выиграть, выиграть вас. Они выиграли, они это за деньги или просто чувствуют себя? Они выиграли, чтобы чувствовать себя лучше, я думаю. Да, потому что они не будут выиграть. Если вы получите деньги, они будут выиграть это, они будут выиграть. Они уничтожены по-настоящему вас. Да, у тебя есть много проектов, да. Секрет-кровер. Потому что вы dependаете на них, да? Вы зависит от того, что они имеют, что они нужны, и они обеспечивают их. Что они belong to? Какие организации? Это правительство, это правительство, это правительство, это правительство, это правительство? Они хотят быть все. Они не belong. Они не belong to ничего. Но они хотят использовать все их организации, чтобы они могут быть корруппы. Ониsi não from there. Уб how many of them can. Ониhdate от них. И используют организации д sacроизоляцию. Изаряется. scooter сerting. сющих се ancestral. Это используют клиенты. Это очень или иных. Спасибо за своими границами. Если вы cáلнете, будет ваша вопрос приguy Cop. Почему? Потому что они работают для преследовательных журналистов. Они работают для преследовательных журналистов. Полуторамиллионный Кливленд в штате Огайо часто называют типичным промышленным городом Соединенных Штатов. Типичен центр Кливленда. Обязательная статуя отца основателя города. Им был генерал Мозес Кливленд. В 1796 году он высадился на берегах озера Эри, там где впадает в него река Каяхога, и начал отвоевывать землю индейцев. Теперь на месте тех боев идут иные битвы за доллар. Основной вещей, что это происходит, это расчет. Ребята против битвы. Ребята не хотят битвы за доллар. Ребята хотят все. И большинство, что ли, братья? Ребята. Так же, как в журнале, да? Да. Так же, как в журнале. И они пытаются избежать вас от получения любого помощи. Они выбраны какое-то время. Они любят битвы за продуктам, если бы вы Лиананскарные люди едут. Они хотят выхудовать в битвы. И они быстро вернулись с лучшими избежками. И, конечно, отзывая вас, и все осталось. И они любят вас разочараться. Ребята не любят какие-то битвы. Эти прави для этого не литвы и не приходят, или нет? Они приходят во чем-то не приходят, или нет? Они приходят в как-то, но не приходят вбивую. Это всегда два, три, четыре. С той стороны, где люди, машины, какие-то бизнесы, то там опасно и он спалится, поэтому плюс в подвале очень хреновый воздух, на мой взгляд, во всяком случае, в такие времена, какие мы живем сейчас, времена легочных заболеваний, нужен сквад. И строить у нас, не у меня, не у бомжа, нету времени. Вот это туалет, о, вау, смотри, это очень новое, это очень новое, ты можешь получить много денег, ты знаешь это, не ты? Купо-хundred, но... И сейчас это не новое, смотри, но это еще не новое. Но это все хорошо. И здесь есть фурнерс, тоже. Воау, целое. Надеюсь, ли вы mosquito в течение дня. Медлассная комиссия, с настоящими друзьями, тыquent прикрасить, что comитая стадия. Вы можете общаться до людей. Вы человека. Вы можете общаться с людьми, но вы не поможете по-нету, потому что вы не понимаете кто они или не сделал. Думаю, они могут быть созданы. Он могут быть созданы. Так, не может быть наделы anyone, что я могу вернуть вы, вы знаете, I can trust you because you've always been honest with me. You fed me. Nobody ever came up here and brought me food. Ever. Wow, I like that tree. That is so cool. That's kind of like a palm tree. Yeah. What's under the tree? Oh, yes! Fucking Christmas. Oh, my God! Oh, brother, yes! Oh, God, thank you so much. How'd you get it in here? How about women? Is there a lot of women down there? No, no women. No women at all? Oh, there's women that are homeless. Homeless women? But not there. They have their own shelter? They have their own shelter, yeah. But you can see them panhandling downtown? I've never seen a woman panhandling. No? Drinking? Drinking? Sleeping on the street? Sleeping on the street. They need prostitutes. They'll prostitute for food. They'll get a motel, room. And you have any idea about the rates they charge? Uh, 30 to 40 dollars. Пришлось. Пришлось выбить окно для света. В нашем прекрасном новом схвате дождя нет. Наконец-то я научил его смотреть YouTube на iPad, и он теперь получает удовольствие от своей народной музыки. Моя хата маленькая, печка да завалинка, Зато не казённая, а злая законная. Ты, Рёма, да я Фома, Ты мне слово дай, а те два, А бумажечку твою уж я махорочкой набью. То есть, вот этот вот ветеранский iPad, это в принципе прообраз будущего чипа, который будет вживлять. Сначала наверняка таким же вот, потому что в истории США довольно часто бывают скандалы о том, что какие-то опыты каких-то лекарств или вот, например, с психоделическими наркотиками были эксперименты в первую очередь над солдатами и ветеранами в этих ветеранских больницах закрытых военных. Давайте пофантазируем в стиле Никиты Михалкова и представим, что вот это просто пока огромный чип, и вот этот iPad сложно пока вживить под кожу, но это прообраз, вот посмотрите здесь сколько запретов, значит, его нельзя передавать никому, понятно, почему-то Apple Books, то есть приложение для скачивания книг запрещено, игровое приложение все заблокированы, выдали ему телефон, выдали iPad, но не удосужились объяснить, как им пользоваться. Вот, за то, как они следят здесь. Подкасты он не может отсюда делать. Movie Ratings, вот интересно. Movie Ratings, это вы ставите оценку кино, которое вы посмотрели. Movie Ratings почему-то здесь вы не можете ставить ниже определенного уровня, то есть они заблокированы. Radio iTunes отключено. Voice Dialing, то есть набор голосом почему-то отключен. Apple Music, музыка выключена. порнуха и мат, все откуда возможно, заблокировано. FaceTime, то есть вот этот вот Apple'овский Skype отключен. Еще целая пуча я уже не буду. TV Ratings тоже, как интересно, вы не можете ставить здесь низкую оценку. TV Show, то есть они боятся, что какой-то человек, который не имеет никаких прав, даже оценить телепередачу и кино, прикиньте. Ага. Вы не запьянете, кому-то не застегла дать это твой. И ты не берешь меня на зале, ты не зайди и говори что-то, ты не придешь и скажешь, что-то что-то неужели на зале, не делайся на зале. Вы не даете что-то упражнение, и говори, что-то здесь человек уливается, что-то заживая, что-то Кстати, вот, это меня будет. Тебе не улыбается, здесь я не могу Achilles. Вы не обострелись, это меня будет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... жалко воды нету так еще какой-то офис женский не это мужской тут был женский ну так нравится эта табличка я заберу себе близость действующих бизнесов не позволит нам устраивать тут рейв вечеринки ну у нас и возраст уже не до плевать и наплевать надоело воевать были мы солдаты а теперь до хаты после трех дождливых дней ко времени отъезда из кливленда сквозь туман проглянуло солнце город ожил повеселели вроде лица кливлендса словно вместе с солнцем воспрянули их надежды надежды на работу на мир на простое человеческое счастье о них мечтает трудовой кливленд стальной город бьющийся в железных тисках кризиса я так и так и так и так и у нас я не знаю